Сегодня мы поговорим с вами о том, как Китай и Россия вмешиваются в президентскую кампанию. В США для этого задействованы хакерские группы, а также распространение фальшивого видео. Федеральное бюро расследований США, а также технические службы американского правительства уже начали соответствующее расследование. Хакеры из Китая пытались получить доступ к телефонам кандидата в республиканцев Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса. Скандал получился огромный. Американское издание Washington Post получило спутниковые данные, которые свидетельствует, что российская сторона начала восстанавливать старую советскую биолабораторию в Сергиевом посаде Московской области. Москва, как всегда, ничего не комментирует. Тем временем, Соединенные Штаты готовятся к войне за космос и в космосе, и опять же, естественно, с Россией и с Китаем. Россия вывела на орбиту суперспутник-убийцу систем космической связи, которая называется «Космос-2576», об этом заявил Пентагон. Также американцы готовятся к противостоянию с Китаем в Мировом океане, для чего на кораблях ВМС США устанавливаются новейшие системы ПВО «Патриот». Они разработаны в ответ на китайскую противокорабельную баллистическую ракету DF-27, которая была разработана всего лишь год тому назад. Израиль нанес ограниченные ракетные удары по военным объектам на территории Ирана. Пока ничто не свидетельствует о том, что это может перерасти в полномасштабную войну. Израиль вынужден сдерживать себя из-за приближающихся американских президентских выборов, и как минимум до 5 ноября ничего серьезного, существенного произойти не может. Шольц заявил о необходимости урегулирования войны между Россией и Украиной при посредничестве Индии. А Путин озвучил новый ультиматум, который касается условий завершения войны. И, наконец, на территории Челябинской области произошли массовые столкновения и волнения, связанные с убийством 40-летней таксистки, в которой местное население обвиняет представителей местной общины ромов. Произошли массовые поджоги домов и автомобилей, задержанные свыше 40 человек. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, ведущее американское политическое издание Washington Post получило в свое распоряжение спутниковые снимки, которые показывают строительство на месте закрытой советской биолаборатории в населенном пункте. Это военный городок Сергеев Посад 6, помните, было такое слово, почтовый ящик на территории Московской области. На протяжении двух последних лет спутниковые снимки, которыми располагают американские журналисты, зафиксировали необычное, как они пишут, расширение строительства. На площадке Сергеев Посад 6, изучив снимки, которые были предоставлены Google Earth, а также коммерческими компаниями Planet Labs и Maxar, они заявили о том, что восстановление этого биолаборатория началось в мае 2022 года. То есть, приблизительно через три месяца после начала российского вторжения в Украину. Строительные машины, заняты восстановлением старой советской биолаборатории, а также закладывают дополнительный фундамент под не менее чем 10 новых зданий. Эксперты, с которыми пообщались американские журналисты, подтвердили, в том числе, что на снимках присутствует ряд факторов, которые указывают на то, что это биолаборатория для производства биологического оружия, которое обладает высокой степенью защиты. В апреле 2024 года начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич в интервью изданию Министерства обороны «Красная звезда» заявил о том, что до конца года планируется завершение нового, цитирую, уникального научно-исследовательского кластера, включающего лабораторные корпуса. При этом сотрудники Пентагона, с которыми пообщались американские журналисты, заявили о том, что Москва таким образом посылает сигнал, предупреждая США о возможном применении биологического оружия. Оружие его распространения четко регулируется, запрет точнее регулируется международными договорами, которым в том числе присоединилась официально и Москва. Однако, все страны, включая Россию, Китай и ряд других стран, тем не менее, не остановили эти самые разработки. И теперь мы видим активизацию. Россия ищет дополнительные рычаги влияния и запугивания коллективного Запада помимо ядерного оружия, о чем, собственно говоря, Путин и пытается сигнализировать. Тем не менее, признаков того, что эти лаборатории уже начали работать и производить биологическое оружие, на данный момент нет. Но подготовка является сама по себе весьма показательным, устрашающим мероприятием. Кроме того, Bloomberg публикует большой материал, связанный с будущими звездными войнами. Войнами, которых Соединенные Штаты столкнутся неминуемо с Россией и Китаем. В 2025 году, с опозданием на 3 года, она должна была быть представлена в 2022 году, была представлена система Middlelands, которая переводится как Луга. Она разработана специально для подавления китайских и российских спутников в самом начале ограниченных военных действий. В 2025 году эта система Middlelands уже поступит на вооружение космических сил США. Она уже прошла все необходимые испытания и сертификации. И в первом квартале 2025 года уже будут поставлены под ружье первые 5 американских комплексов из 32 запланированных. В чем суть этой системы, которая разрабатана американской компанией L3 Harris Technologies Incorporated? Это так называемая система контрсвязи, которая работает на практически всех частотах с системами возможности дистанционного обновления программного обеспечения. И об этом говорил в частности командующий космического командования США Стивен Уайтинг, который сообщил о том, что американцы вынуждены действовать в ответ на российскую агрессивную программу. Русские вывели контрспутник, который должен уничтожать американские системы спутниковой связи. Называется эта система Космос-2576. Этот спутник был запущен 16 мая 2024 года, то есть свежий всего лишь каких-то 5 месяцев тому назад. И он занял, о чем заявил Уайтинг, позицию непосредственно поблизости от другого американского спутника. Для того, чтобы шпионить за ним и вмешиваться в его работу. Красть информацию и эта система Космос-2576 является, как заявил Пентагон, противокосмическим оружием, которое способно атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Интересно, что Россия начала проводить соответствующие испытания еще с 2017 года, позднее 2019-2022 году. И вот этот самый спутник, наконец, после многолетнего тестирования был выведен на орбиту только сейчас, в 2024 году. Кроме того, CNN сообщается, ссылка на американских военных, о том, что Кремль разрабатывает оружие, которое должно поражать военные, а также коммерческие спутники на орбите, создав мощную электромагнитную волну при взрыве ядерного заряда. То есть, он еще, кроме всего, до кучи способен нести малый ядерный заряд для уничтожения спутников на околоземной орбите. Тем же самым, фактически, сейчас занимаются и китайцы. Таким образом, мы видим, система, по сути, будущих звездных войн уже разворачивается на наших глазах. Это уже далеко не фантастика, далеко не из фильмов, которые мы все любили смотреть с детства. Кино-сага «Звездные войны», да, безусловно, запомнилась и любима многими, но сейчас мы видим то, что эти космические войны, эти звездные войны уже становятся реальностью. Более того, Россия при всей ее технологической отсталости, надо говорить откровенно, и зависимости в технологическом плане от Запада и от Китая, Советский Союз всегда подобные технологии, всегда воровал времена Хладной войны на Западе, для того, чтобы обеспечить хоть какое-то технологическое, скажем так, технологический паритет, но при этом он всегда отставал на десятки лет в развитии этих самых технологий от Запада. Недавно я рассказывал в своем блоге о том, что русские разрабатывают чипы поколения, которые соответствуют айфону 5, пятого поколения. То есть, вот это то, что у них заложено на планы 2025-2026 годов. Они отстали, отстали безнадежно, но тем не менее умудряются еще в космической отрасли каким-то образом даже произвести подобные спутники и запускать их в космос. Ну, понятно, что техническая сторона этого вопроса пока не представлена, анализа как такового нет, что представляет собой, возможно, это просто ведро с гайками и небольшим малым ядерным зарядом, которое просто, его задача долететь до космоса и взорваться в нужный момент для того, чтобы уничтожить более продвинутые, более современные американские спутники. Но, согласитесь, даже обезьяна с гранатой может представлять серьезную угрозу. То, что Соединенные Штаты готовятся к будущей войне с Россией и Китаем, подтверждает также то, как пишет Reuters, военно-морские силы США модернизируют активно свой флот, устанавливая на них новейшие ракетные системы Patriot. Новые высокоманевренные перехватчики Patriot значительно опережают по техническим возможностям производимые Китаем маневрирующие гиперзвуковые ракеты. В частности, в 2023 году военно-морские силы Китая получили на вооружение противокорабельную баллистическую ракету DF-27. Однако, как заявляет Пентагон, оружие находится в стадии доработки. То есть, оно не является, это не совершенно готовое изделие, но уже тестируется китайскими военно-морскими силами. Американцы делают это в связи с растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и быстрой модернизацией китайских сил. Китайский ВМС развивается самыми быстрыми темпами в мире. Они строят больше всего судов технически оснащенных, воруют, понятно, секреты на Западе технические, но факт остается фактом, это самые быстро растущие военно-морские силы в мире, даже быстрее американских. Ну и США озабочены безопасностью своего ключевого союзника в регионе Японии, и поэтому Япония, которая и ранее производилась по лицензии ракеты Patriot, теперь будет производить по лицензии Lockheed Marking, будет производить эти самые ракеты Patriot нового поколения для американских военно-морских сил, ну и японских, естественно, в том числе, головки для самонаведения будут производиться на предприятии Lockheed Martin в штате Флорида. Тем временем, как сообщают американские СМИ, и Китай, и Россия предпринимают активные попытки вмешательства в президентские выборы США, в частности, китайские правительственные хакеры пытались взломать, вдумайтесь, личные телефоны Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. ФБР не комментирует попытки взлома штабов Трампа и Харрис, однако штаб Трампа признал факт взлома и обвинил, естественно, Харрис в том, что он произошел. Ну, не потому что она взламывала, а потому что она позволила Китаю и Ирану, их хакерам, которые атакуют важнейшие объекты американской инфраструктуры, позволила им это сделать для того, чтобы не допустить возвращения президента Трампа в Белый дом. Об этом заявил директор по коммуникациям штаба Трампа Стивен Чунг. Американские спецслужбы очень озабочены сейчас и активно проводят расследования, в частности, ФБР и агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Заявили о том, что они проводят расследование несанкционированного доступа к коммерческой инфраструктуре, обвинив в этом китайские структуры. Ну, самое главное, что информация, которая удалось получить в свое распоряжение китайским хакерам, пока неизвестна. Признается только серьезный характер атаки, поэтому вполне возможно, что до конца избирательной кампании мы сможем увидеть какие-то слитые данные из штабов Трампа и Харриса. Представьте, если китайским хакерам удалось получить доступ к персональной информации с телефонов Джей Диванса и Дональда Трампа, что может вылезти там еще, что может появиться в публичном пространстве. Россия также не отстает от Китая, да, они не настолько технически, возможно, продвинуты, но, тем не менее, россияне склепали очередное фейковое видео об уничтожении бюллетеней в Пенсильвании. Об этом говорится в заявлении офиса директора национальной разведки ФБР и агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуре. Они обвинили Россию в создании и распространении сфабрикованного видео об уничтожении избирательных бюллетней. На нем, якобы, некий неизвестный субъект, человек рвет бюллетни в Пенсильвании. Разведство общества назвало появление этого самого видео, действие которого, якобы, происходит в округе БАКС штата Пенсильвании, частью компании Москвы по вмешательству в американские президентские выборы. Это видео уже осудили местные отделения и республиканской, и демократической партии. Ну, вот здесь они синхронно нашли гармоничное решение и выступили против попыток российского вмешательства. О том, что они будут происходить, о том, что они будут активизироваться. Об этом предупреждалось ранее. Сейчас мы видим активизацию этих усилий, которые происходят совместно, надо говорить откровенно, синхронно. И китайскими преступными группировками, действующими под покровительством правительства КНР, так и российскими преступными сообществами. Но самое главное, я повторю, самое опасное, это слив информации накануне выборов. Из-за этих самых приближающихся выборов 5 ноября Израиль был вынужден ограничиться небольшим количеством воздушных ударов по военным объектам в Иране. Ограниченные удары, целенаправленные, как об этом заявили в Сахал, были нанесены по военным объектам в Иране и предотвратили непосредственную угрозу государству Израиля. Были атакованы в частности производство ракет на территории Ирана, ракетные комплексы класса «Земля-воздух» и другие воздушные силы. Также были атакованы некоторые военные объекты на территории Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство «САНА». В частности, последствия ударов по южным и центральным районам Сирии пока еще официально уточняются. Сообщается о гибели двух военнослужащих иранской армии. Источники, в том числе на территории Израиля, пишут, что это не произвело большого впечатления среди израильского общества. То есть, они ожидали более серьезной и более жесткой атаки, ответа на иранские удары, которые наносились ранее. Но, еще раз повторю, ограниченный характер этих ударов со стороны армии обороны Израиля связан в первую очередь с американскими выборами. Очевидно, Белый дом настоятельно рекомендовал и просил правительство именно не Таньягу не провоцировать и не доводить до эскалации. Ну, вот такая она, к сожалению, политика и такой вот он курс нынешней американской администрации. Очень многим он не нравится, мы знаем, и в Украине, и в Израиле, и в мире. Но таков Джо Байден. Накануне я рассказывал о том, что согласно, скажем так, предположениям западных СМИ, Дональд Трамп, прошу прощения, Джо Байден может провести себя более жестко. За оставшиеся 76 дней нахождения в Белом доме до момента инаугурации следующего президента США. Ну, а пока Джо Байден вяжет по рукам и ногам и правительство Украины и Израиля, Шольц, который выступил против членства Украины в НАТО до завершения войны, предлагает Индии выступить посредником по урегулированию в Украине. Он заявил об этом в пятницу, выступая на пресс-конференции в Нью-Дели, он сейчас находится с визитом во время встречи с премьер-министром Индией Нарендрой Моди. Он заявил о том, что я настоятельно высказываю за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир, использовала свои прочные связи со всеми сторонами, чтобы не вести вклад в политическое решение конфликта. Ну, Шольц ищет варианты, как он думает, он пытается не допустить эскалации, пытается уговорить на это американскую администрацию использовать посредника глобального юга. Вот сейчас мы видим, он сконцентрировался на Индии. Ранее были попытки, в том числе Макрона, каким-то образом втянуть в это урегулирование руководство Китая. Они, однако, ни к чему не завершились. Китай, хотя и заявляет о необходимости, не допускает распространения эскалаций. И, в принципе, можно сделать такие намеки из размытых комментариев и заявлений Си Цзиньпиня во время саммита БРИКС в Казани. О том, что Китай призывает к завершению войны никаких практических действий, пока кроме создания группы «Друзья мира», куда, кстати, вошло, и Индия в том числе, и, кстати, и Венгрия вошла, пока никаких практических шагов предпринято не было. Ну, а пока Шольц и Моди думают о завершении войны, Путин озвучил свой ультиматум относительно завершения войны против Украины. Ну, и, естественно, сделал это в интервью со своей любимой девочкой, пропагандисточкой Ольгой Скобеевой. В интервью с ней диктатор заявил о том, что любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо без всякого стеснения, должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Никаких уступок, заявил Путин, мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. Тем не менее, накануне он заявлял о том, что Турция может выступить таким посредником в этих мирных переговорах, это же подтвердил и Эрдеган. Но вот эти все пугалки его, хотелки, это он так называет, он так всегда действует нагло, цинично, он всегда действует для укрепления своей переговорной позиции. То есть, если дело дойдет до реальных мирных переговоров, ситуация может повернуться в другую сторону, и он уже не будет таким безапелляционным. Ну, в конце концов, эта мразь всегда действует, еще раз-полторю, пытаясь действовать с позиции силы и навязывать собственные условия. Ну, а пока он бредит завершением войны на исключительно собственных условиях, у него продолжается, в его тылу продолжается то, что и было. Российская ксенофобия, расизм и презрительное отношение к гражданам и лицам других стран и национальностей вылилось в очередные межэтнические разборки. На этот раз в Челябинской области, прости господи, честно говоря, мало кто вообще догадывается о ее существовании за пределами России. Ну, вот есть такая область, Челябинск, я так понимаю, пролетарская область, очень сильно типичная такая Россия, глубинная, настоящая и дикая, и варварская. В городе Коркино, Челябинской области, произошли массовые беспорядки из-за убийства таксистки и поджигали дома и машины. Местные обвиняют в ее убийстве в местную общину ромов. Сообщается о том, что в ночь на 26 октября были подожжены два дома и автомобиль. Убитую звали Елена Сарафанова. 23 октября в Коркино обнаружили ее тело со следами ножевых ранений и якобы она ездила, цитирую, на вызов к местным цыганам. На следующий день жители Коркино вышли на стихийный митинг к дому, где они, как считают, проживал подозреваемый. Они сами провели, так сказать, расследование, уже тут же вынесли приговор и собирались его линчевать. Туда приехали сотрудники правоохранительных органов, спецназ, задержали более 40 дебоширов, потом отпустили их с протоколами о местном хулиганстве, двое были ранены из огнестрельного оружия. В конце концов, 25 октября суд арестовал подростка, которого подозревают в убийстве таксистки этой самой Сарафановой. Ну и арестовали 58-летнего местного жителя, который стрелял по толпе во время этих самых беспорядков. Ну, как говорится, Россия во всей ее красе, российская, варварская, ксенофобская и мерзкая во всех своих проявлениях. И, собственно говоря, вот эти вот межэтнические отношения, это именно то, и межрелигиозные, это именно то, на чем закончится рано или поздно Российская империя в ее нынешнем виде. Ну, а нам остается, друзья, только наблюдать. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. Спасибо за просмотр этого видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, лайкайте, шарьте, комментируйте трансляцию. Нам остается совсем немного до 1 миллиона подписчиков. И уверен, мы этой цифры достигнем с вашей помощью очень и очень быстро. Также делаю анонс на одном из своих YouTube-каналов, который называется «Березовец Шортс», где я размещал короткие видео. Теперь будут выходить англоязычные блоги, то есть те же самые блоги, которые я пишу на своем основном канале, они будут выходить там на английском языке. Естественно, из-за дефицита времени переводить их буду делать не я. Я могу их сделать на английском, конечно. Это возможно, но просто нет банально для этого возможности. Поэтому это делать будет за меня искусственный интеллект, качество. После многих многомесячных опытов с различными аппликейшенами, приложениями, мы остановились на одной из программ, которая переводит. Она может делать не только на английский язык, на итальянский, французский, испанский, немецкий, китайский. Любые языки. Пока будут англоязычные блоги. В перспективе будем делать, я думаю, на немецком, французском и испанском. Вот какие-то, но англоязычные ежедневные блоги будут выходить там. Профильный этот YouTube канал у меня закреплен в шапке моего YouTube канала. Там есть два канала, разбор полетов, березовец шортс. Поэтому, заходя туда, березовец шортс, там увидите. Первое видео, как раз посвященное скандале на саммите БРИКС в Казани. Еще раз повторю, говорю я, но переводит меня искусственный интеллект. Поэтому голос мой, похожий, но манера будет отличаться. Пока еще искусственный интеллект не делает стопроцентное, скажем так, подобие. Но я думаю, это вопрос даже не лет, а нескольких месяцев. Когда уже практически отличить оригинала будет невозможно. Вот, поэтому все, что я говорю, это просто перевод буквально того, что я и так записываю на моем канале. То есть, это все то же самое, но просто ИИ сделал эту работу за нас. Наша команда сделала вот такой сюрприз для тех, кто хочет смотреть мои блоги на английском языке. Поэтому буду благодарен, если вы сможете расшарить, порекомендовать это видео своим друзьям за рубежом. Для того, чтобы они также имели возможность получать информацию непосредственно на английском языке, понятном для них, в удобной форме. Вот такие новости, друзья. Ну и подпишитесь заодно на этот канал Березовец Шортс. Там сейчас что-то около, по-моему, там 15 тысяч подписчиков. Или 16. Подписывайтесь на него. Берегите себя, друзья. Хороших, тихих вам выходных. Спасибо всем друзьям и спонсорам канала. Смотрите на выходных свежие выпуски премьерных программ «Реальный фронт» и программы «Властный», которые выйдут для спонсоров сегодня. А для всех остальных зрителей вы сможете их посмотреть завтра. Завтра вечером через сутки. Слава Украине, друзья. Слава ЗСУ. Слава украинскому спецназу. С вами был майор Украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.